И его цена сразу увеличится в два раза. До такого. От канона до ракеты. А просто вот здесь чехол красивый такой. Ну не знаю, ни разу не делали. И не предлагали. И, наверное, и не будем. Если еще раз так скажу, дождь будет. Так что третьего не надо. Выставка Клинок. Мы в этот раз хотим чуть-чуть поснимать про якутские ножи и всякое такое. Почему? Во-первых, это хайповая штука. Якутов почему-то все очень любят. И есть что посмотреть. Я не просто так на фоне флага Аники начинаю от ролик, потому что они сделали якутский топор. Пойдем смотреть. Партнер съемок выставки Клинок – молодой ножевой бренд «Златонож». Всего за три года мастерской был запущен полный цикл своего собственного ножевого производства и создан богатый ассортимент рабочих, недорогих ножей. Совместно с известными кузнецами реализовано большое количество уникальных и самых обсуждаемых ножевых проектов. «Златонож» присутствует на всех выставках Клинок без исключения. И на их стенде вы всегда сможете подобрать себе нож. Под любые задачи и в любой ценовой категории. А ножи встали «Элмакс» от пяти с половиной тысяч, давно стали их визитной карточкой. «Златоуст» может быть современным. Это доказывает «Златонож» – будущее ножевой индустрии легендарного города. Ильдар, Аника, ты обещал нам якутский топор? Да. Ты привез нам якутский топор? Ну, знаешь, на удивление, да. Когда я обещал, я думал, не привезу. Обычно я не выполняю свое обещание, да? Обычно я не выполняю. С первого раза, да. Вот он. Этому работаю Виталия Цуя. У нас его на Высоке сегодня нету. Это один из самых, наверное, наших старых и опытных кузнецов. В общем, человек, который с нами работал уже 9-10 лет, и делает всякие сложные творческие проекты. Вот такой вот топор. Держи. А расскажи немножко про него. В чем особенность этого якутского топора? Если честно, я плохой продавец. И в нем, да, и в нем особенность только его как бы дизайн. Только дизайн. По большому счету, да. То есть здесь выбит, выкован такой вот долл условно, но, естественно, как у ножа вот этого, линзы выпуклые. У него нету, потому что для работы это будет мешать. Но если бы это была бы стамеска, и, например, если бы к этому топору относиться как здоровый какой-нибудь силовой стамеск японской традиции, то его можно переточить и сделать из него такую вот условно большую здоровую стамеску. Потому что у них так же вот выбивается здесь долл у японцев. Надо сделать тест якутского топора, приготовить им строганину. Ну, кстати, да, это легко. Этим топором легко это сделать. Их всего две штуки. Сейчас один отправится на конкурс. Леха сейчас готовит его на конкурс. На авторский? Да, по-моему, да, на авторский. Возможно, он выиграет первое место, и его цена сразу увеличится в два раза. Но не так, как на кизлярский нос шип. Не, это не победить вообще. Приходите, короче, к Анике. Ну, мы уже показали, у них безумно крутой стенд, крутые ребята, у них вот тут всякие топоры, всякое интересное можно посмотреть. Какой топор, для чего и так далее. Про их вот эти вот всякие мачете, ножи и все остальное, про что мы, кстати, снимали ролик. Так, короче, хорошие выставки вам. Вам тоже. Давай. Так, Андрюх, во-первых, добро пожаловать на Клинок в очередной раз. Во-вторых, мы снимаем ролик про разные удивительные якутские ножи. Чем ты нас можешь удивить? Я сам хотел снять ролик небольшой, да, и назвать его так. Если вы все знаете о якутах... Вы не знаете ничего. Вы не знаете ничего. Придите к нам, мы вам все расскажем. Ну, слушай, не знаю, вот Аника меня сейчас удивила, они топор якутский сделали. Бля, прямо вот обскакали. Ну, ладно. Давай начнем с того, что мы делаем якутские ножи, ножи якутского типа, вот от такого до такого. От гондона до ракеты? От гондона до батона. Ну, давай начнем с БТИ. Батыя. Очень большой якутский нож. А как правильно, Батыя или Батыя? Батыя. Батыя. Вот даже, наверное, это даже больше не нож, это такой рубящий инструмент, очень огромный, которым можно и добрать зверя, в случае там, как бы, подранка, да, можно срубить деревце, можно там просто... Они еще бывают заряженные и не заряженные. Вот. Так как у нас пока что в штате шамана нет, у нас не заряжены. А что, никто не шаманил, что ли, у вас? Или у них вроде обычно... Нет, Толя, конечно, заряжал. Заряжал, да. Толик у нас там такой-то. Заряженный? Заряженный, да. Ну, что-то не знаю, может, зарядил, может, не зарядил. Так, ладно. Вот вопрос по-честному. Ну, поняла, там, Аника сделали пару якутских топоров, но они просто визуально выглядят с долом, на самом деле, это обычный топор. А вот эта же вещь достаточно странная. Ее вообще покупают? Если покупают, то для чего? Кто-то берет как пешню для рыбалки, да? Вот, казалось бы. Кто-то берет как рубящий инструмент, как используют его якуты. А кто-то вообще берет для интерьера, для домашнего. Вот, я думаю, больше для интерьера, наверное. Интерьерная тема тоже, как бы. Тут много применений. На самом деле, мне она очень нравится. Она интересная, в ней много работы вложено, она харизматично выглядит. Ну, наверное, да, имеет место быть. Окей. Давай, как бы, да. Ну, прежде у нас, в принципе, да, очень много... По улучшению пойдем, да? Да, с якутой, работаешь с якутскими ножами, давай что-то еще. Вот такой вот огромный якут. Он у нас называется якут-гигант. На самом деле, это быхах. Якутский... быхах. Быхах? Да, быхах. Не знал, не слышал такое. Вот. Все, что у якутских ножей больше 250 миллиметров, называется большой якутский нож быхах. То есть, это достаточно функциональный нож для того, чтобы можно было шкерить рыбу, чтобы можно было там где-то что-то подрубить даже, может быть. Вот, ну и как в целом, там нож, даже буханку хлеба, грубо говоря, порезать. Там, у него большой клинок, в данном случае у нас 250 миллиметров, классический быхах. Вот с такой красивой рукояточкой, с нашим клеймом, четко выкованным долом, как обычно. То есть, ну, сведение в ноль. Ну, у вас якутские ножи действительно очень красивые, классные. Очень прямой. Здорово специализируетесь. Классический якутский нож. Это якут большой. У него 145 миллиметров. Вот. Уже неоднократно проверен, как бы я вот сейчас вернулся из отпуска, брал с собой в отпуск на месяц, пользовался активно. Могу сказать, что 340 себя показал очень хорошо. Даже морская вода, морской воздух соленый, он не дал коррозии на этом ноже. И нож отработал просто на ура. А вот, я знаешь, я замечаю, у тебя на разных якутских ножах немножко изменены формы рукояти. Это вы в поиске каких-то, ну, экспериментов постоянно? Есть небольшие, да, такие поиски. То есть, мы сейчас вот привезли, смотри, если сравнивать. Я смотрю, вы, в принципе, от классических рукояток, в принципе, уходите постепенно. Да нет, почему? Они есть и в классике. Вот здесь, смотри, вот мы сделали рукоять чуть более расширяющуюся. Да, да, да. Вот, она, на мой взгляд, когда мы одеваем перчатку или варежку, да, она будет более удобно ложиться в руку. Хотя, вот, ну, как бы, кому что нравится. Но, с другой стороны, в любом случае, есть выбор. Можно прийти и выбрать, подобрать то, что надо. Это уже якут малый. На этот клинок мы привезли достаточно интересное исполнение. Это айронбуд. Клиночек очень красивый. Деревянные ножны, а клиночек выполнен из стали М390. Ну, и он красивый сам по себе. Вот прям вот. Вот такой вот. Благородно смотрит. Это айрон? Айрон. Ну, это, наверное, очень дорогая история. Ну, не сильно дорогая, в районе, там, 32-35 тысяч. Ну, тут столько айрона и М-ка. Ну, еще и выковать М-ку, чтобы она не растрескалась. Да, не, ну, это классно, конечно. Прямые спуски в ноль, все как положено. Что круто. Ну, единственное, давай мы все-таки еще расскажем нашим уважаемым зрителям, что настоящие якутские ножи делают якутские мастера. А мы делаем ножи якутского типа. Якутского типа, да. Это, ну, это корректнее. Так говорить. Очень много кривотолков идет по поводу того, был ли якутский нож, есть ли он, существует, не существует. С долом, без дола. С долом, без дола, да. На самом деле, у меня есть очень интересная книжка. Как-нибудь приедешь, я тебе покажу. Про якутский нож. Приеду, как начитаемся. Как начитаемся только, да. Человек прожил в Якутии. Это начало 20 века, 901-е, 920-е года. Прожил очень долго в Якутии. Изучал культуру. И очень большое внимание уделил именно инструментарию. Это, в частности, ножи. И он очень подробно, достаточно, описал якутский нож. И представил фотографии, экземпляры, которые там из 700-х, 800-х годов были. А книгу не знаешь, как она называется? Я думаю, ребятам, многим интересно будет почитать. Знаешь как, давай отдельно. Я тебе пришлю фотографию. Ты можешь ее прямо опубликовать. Почитать книга достаточно интересная. На зоне, по-моему, ее можно найти. Ну тогда, давай, ты пришлешь. Я у нас в телеге выложу фотографию, поэтому подписывайтесь на наш канал. Я-то увлечен якутскими ножами давно, и поэтому, как бы, мы... Настольная книга у нас. То есть мы по ней, собственно говоря, делали. Ну и самый такой вот фановый нож, который мы сделали, это якут шейный. Да. То есть нож шейного ношения. Вот такой вот, посмотри. Ну это здесь кастомная версия, такая интересная. Симпатяшка такой, да. Но, как выяснилось, он имеет место быть, и он оказался очень удобен. Сейчас, в принципе, мода на небольшие ножи. А тут еще и якутик. Андрюш, ну что, спасибо тебе. У тебя, как всегда, много классных якутских ножей, ножей якутского типа. Да. Слушай, за нами еще, это, как бы, один шаг. Надо сделать складного якута. Якута НКВД у нас уже есть. Да, я об этом хотел как раз тебе сказать, потому что мы сейчас пойдем снимать Ирюху с Кабарадихина. У него есть складные якутские ножи. Поэтому те тебя вскакали в топорах, в якутских, этот складный нож. И складный, блин. Но, я считаю, что тебе нужно заморочиться и сделать техно-якуто складного. Техно-якуто. Вот это будет интересно, потому что обычные складные якуты, ну не сильно сейчас удивишь. А Якута НКВД никто не сделал. Ну это да. Кстати, у тебя есть? Где ты есть. Да, ну Якута НКВД, ладно, все знают, у нас же есть, да. А вот. Складной в Титане, якут, вот это, я думаю, тоже будет крутая история. Бомба. Ждем. Давай. Так, мы на стенде Бинаев, и здесь всегда есть ножи, которые, ну скажем так, чуть выше, чем большая масса на клинке по уровню исполнения, по качеству. Расскажи, здесь тоже якутские ножи. Тоже якуты, конечно же, мы же про якутов снимаем. Что у тебя интересного? Здесь ножи, два якута Сергея Бондаря, мастерская. Здесь вот такой у нас якут на стали LMAX. Соответственно, здесь выполнены хабаки, вот такой японо-якут. Соответственно, у мастера сейчас, ну, клеймо новое появилось. Ну, оно как бы старое, но местонахождение клейма, да. Вот, соответственно, ножны. Сергей хорошо умеет работать с кожей, соответственно, со съемным подвесом. Вот, здесь у нас литье, то есть, подвес шейный, как угодно, да? Он может быть такой тоненький, легкий, везучий, хороший нож. Ну, Серега, в принципе, да, он очень любит вот эту скложу, эту красоту, навести. Красоту и функционал. Функционал, Ну, соответственно, побольше модель. Вот здесь получается у нас кованая 95-ка, вот, фирменные термички Бондаря. Вот, соответственно, здесь уже вот такие пошли на ворота, тоже все литье. Сергей освоил концевики, это все полностью делается в мастерской. Вот, тоже орех, можно. Здесь также еще идут в комплекте шнурок, чтобы можно было и на поясе носить, и, если что, на походе повесить куда-нибудь, да? Тут также все вклады, все такое стандартное получается, и также здесь все эти имеются причинделы. Вот. Также здесь работа Сергея Букша, здесь на клинке М390, кованая, вот, клинок отковал Александр Еременко, мастер на Украине находится, сейчас уже, я думаю, мы лишены будем это удовольствие. Вот здесь такой вот обкованный обух идет, такая вот здесь голомень, капклена, такой кучерявый, и, конечно, обработка Сергея Букша, подготовка. Это, я понимаю, наиболее дорогой нож, да, из якутов? Да, да, да. А ценник? Это 40 тысяч, 40 тысяч. Это 25, это тоже 25. Ну, в общем, это якутские ножи, это самые стандартные. Для нас это самые рабочие, самые стандартные национальные ножи вот такого вида. Ну, так выглядит, имею в виду. А вот это креативные, эксклюзивные. Это осетр, чехол из осетра. Металл отечественный. Там рессора, в общем. Это березовый кап, и это кость. Кость от волосья. И в этом году мы креативно вот так вот сделали. Видите, вот из-за того, что чехол из осетра мы сделали, нарисовали вот здесь осетр. Вот. Это чисто рабочий нож. Если вот так вот брать, можно там для рыбы, для мяса, все подходит. А просто вот здесь чехол красивый такой. Поэтому, когда у нас в Якутии бывают юбилеи, там, всякие праздники, они дарят вот такие ножи. Ножи же делать из рыбы, да? Осетр. Осетра, так и так далее. Ну да. В Якутии только мой папа так делает. Щегап Александр Лукич. Вот. Больше никто так не делает, потому что это очень сложная работа. Он раньше работал в этом, в докторе здесь, в Москве, к художникам. Потом работал в бытовке. Ну, унты там подшивал и так далее. Вот. Поэтому он очень хорошо знает вот это. А вот я знаю, там из бычьего хвоста делают, обтягивают ножны. Да, есть у нас такие. Были, были. Вы не делаете, вы вот именно из рыбы, да? Ну, последнее. Не, все делаем, да. Первые выставки 2000, когда мы участвовали в первой выставке в 2020 году и занимали даже места в конкурсе. Так, Жек, что, мы по Якутам тут немножечко снимаем про необычных якутов. У тебя из необычных кроме складней что-то есть? Блин. У меня рвется. Блин, ну вот, вот якуты, вот якуты, вот якут, кстати. О, вот это какой-то толстый якут. Это толстый, объемный. Ворсвинский такой прям. Ворсвинский, да, как ты любишь. Так, и что, для чего такой толстячок? Ну, разделочный. Шкурничек. То у вас они все разделочные. Для большой руки. Вот что, нож не возьмем, все разделочные, ножку забыл, поешь. Ну, вот если так, да. Это якутский кефор. Да, якутский кефор. Так, что по складням? Давай, 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 вы же складни тут делаете. Давайте вот. Ну, мы, да, мы снимали уже недавно про пацанов. Вот они делают складные якутские ножи. Это прикольно. Это необычно, это интересно. Ну, такие вот складишки. Бывалы. Большие. Здоровые, конечно, капец, да. Так, ну что, ладно, в общем, понятно, якутские ножи складные, якутские ножи толстые, якутские ножи тонкие. Все как обычно. У вас не якутский нож, но я так понимаю, здесь очень большая отсылка к якутам изначально. да, да, то есть я, ну, про необычность, это, конечно, в первую очередь, за ним, вот, но в целом, я же правильно понимаю, что просто нож во многом идет от концепта якутского ножа. Совершенно верно. То есть рукоятка здесь именно якутской формы, то есть она яйцевидная, с утолщением к пятке, но клинок, он не якутский, да, клинок больше под скандинавский стиль сделан, такого вида. Но изначально задумка, да, была взять много от якута и что-то от финских и северных народов. И в итоге вот получился такой у нас просто нож. Не знаю, людям нравится, заходит, потому что история, эти ножи сама создала, да, люди создавали, мы просто сделали реплику и соединили две культуры. Сделали бюджетную цену и нож у нас стал народным, так вот называют. Ну, если мы говорим про необычность, конечно, вот самое большое, самое необычное, самое красивое, оно не продается, насколько я знаю. Нет, не продается. А почему? Ну, сезон грибов еще не начался, а что, куда он уже? Я понял, Слушай, вообще, понятно, здесь на выставке, а вообще, в принципе, вот такие штуки можете кому-то делать? Ну, как вот, зачем их такие штуки делать? Ну, человек хочет. Ну, не знаю, ни разу не делали и не предлагали, и, наверное, и не будем. И даже хрен знает, сколько это стоит. Даже хрен знает, сколько это стоит, да, сколько вот цену из него просить, вроде и просто нож, а вроде бы. Такой момент, у нас анонс того, что, к сожалению, карельская береза у нас в России очень мало растет, мы ее привозим из-за границы, поэтому она очень заканчивается, трудно ее находить, из часа, мая месяц, получать с мая месяца, мы переходим на дуб. Мы научились по методам химической реакции делать вот такой вот дуб, таким цветом, и ножи с мая будут вот такие вот теперь. Все? Все ножи, по-моему, да. То есть, опять же, новая ветка, просто ножа, начнется в мае уже вот таком вот варианте. вот такие вот светленькие и скорелочки больше не будет? Больше не будет, скорее всего. Ну, она будет, но будет какой-то вот остатки, короче, нет, она будет, но будет какой-то линейки какой-нибудь и вроде эксклюзив чека какой-нибудь лимитки что-нибудь будем делать там штучек по знаю по 20 по 30 по 40 в месяц ну кому надо то тебя будут разбирать но в основном будем переходить полностью на дуб не знаю как по мне все равно для деревяшка достаточно хорошая смотрится на классно черный но даже смотрится подороже но как венгия очень сильно похоже на венгия венгия на дороже в любом случае так но представлю вам якуты кузница еж город архангельск северодвинск непосредственно сама мастерская находится архангельская область на берегу белого моря вот если мы говорим про необычность икутов то вот вот пожалуйста фрикционный сладной нож и кузького типа вот это вот интересу и так еще самое то интересно к нему пенальчик идет в комплекте ну без пенальчика вообще ничем не было только с ним вот и вот это вот это уже интересно согласен да да и почему такая форма что как вы как рубанкой можно допустим также пользоваться взял вот и пошел до регулирует как хочешь ну а вот что это у нас якута киридаши куябра якуты если еще раз наш кода скажу если еще раз так скажу дождь будет так что третьего не надо вызову точно это вот так вот мы видим да смотрите скелетничек цельнометаллические и мы поработать можно и подарить бомба полностью работа от заготовки до павки слесарки закалки все наши и ножны получаются кожаные сразу в комплекте идут вот такая фенечка но это круто просто коллаборация современные кузнецы настолько обленились и впадлу рукоятку делать нафиг прокатать просковать это я шучу как не потроллить то что-то да так окей здесь что по якутам интересного есть а здесь у нас также наши якутки представлены но только более так дорого-богато так сказал то есть принципе это просто украшено украшено они полностью рабочие это у нас получается не сувенирка они точно так же рука лишь но если кто-то хочет там найти там приехать это самое на вертолете куда-то воткнуть стол оставить в банке с огурцами там вот среди как у меня есть за такие деньги вот пожалуйста но рабочая помощь всего понял в принципе много и куда да 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 так что вот друзья есть что выбрать вы интересуетесь якутскими ножами один из стендов который стоит посетить это кузнеца ёж прямо рядом с берлога так что найти несложно самый дорогой ну там наверное сколько сейчас вот не вижу но наверно тысяч можно 35 да